Сотовый связик задержан за то, что мошенническим путем вгоняют... Здравствуйте. Марина, как дела? Вы стримите? Нет. Я сейчас... Я люблю. Не стримлю никого. А вы откуда? Германия. А ты? Я из Литвы. Литва? А потом я из... Смотри, а доходные люди попадаются с Литвы. Вот он добил один. С Литвы как попадется и начинает. О, Германия, капут. Баба-баба и начинает бредить. А вы давно живете уже в Германии? Уже 32, почти скоро будет. А вы по корням немец? Особенно в корень зашел. Там корень немецкий. Поняла? Переехали, да, в Германию? А из России переехали или откуда? Че-че? Вы откуда переехали в Германию? Из России? Комментирую. СССР раньше было. Ну, а в какой стране СССР вы жили? Ну, в Украине. А, из Украины? Была. Ну, сейчас Украина временно. Почему временно? Ну, скоро они добиваются, что скоро они... Поляки половину займут, половину Россия заберет свои земли. Они добиваются этого. Не знаю, посмотрим, что будет. Но Украина, наверное, уже не будет называться. Я так думаю. И как вам сейчас... Всё идёт к этому. Как вам? Европа откуда-нибудь. А куда денется Европа? Ну, уже нищает, уже везде говорят. Германия нищая уже ходит за тарелкой супа. И ложек не хватает. Пишут, приносите ложки с собой. Жрать нечем, нищим. Ну, вы же живёте в Германии. Я на пенсии. Я-то 30 лет отработал. А кто меньше пенсии имеет? Там бывает по 500 евро пенсии. У меня-то 1200 почти. Ну, вот она вся уходит. Моя пенсия вся уходит на квартплату. Хорошо же на. Немецких пенсионеров по всей Европе вижу. Путешествуют. Когда это было? Ну, везде всегда. Вот я недавно в Италии... Пока марки были, да. А потом всё. Не знаю. Вот я недавно была в Италии. И там немецкие пенсионеры на машинах приезжают. Возьмём меня. Вот я с шофёром проработал всю жизнь. По 2000 чистыми зарабатывал, да. Ну, грязными 4. Половину отдавал на пенсию, на безработные, на медицинскую страховку. Что ещё там? Ну, половину уходило платить. Сейчас я на пенсии, вот по инвалидности. 1190 я зарабатываю. 1100 у меня ходит на квартплату. Ну, я не верю, что коммуналка в Германии была 1100. А ты в интернете зайди, поищи квартиру. У меня есть... Двухомнатную, двухомнатную. Поищи квартиру. Родственники, живущие в Германии. И мы когда сравнивали с Литвой, у нас одинаковая квартплата. Что у нас в Литве, что у них в Германии в доме. 30 лет живут, и мне лапшу не вешают. Зайди в интернет и посмотри. А зачем мне в интернет заходить, когда у меня есть люди, которых я лично знаю, и они мне рассказывают? Ну, я не знаю, где они живут. Вот сараев каком-то. Вот в маленьком городке живу. Было нормально оплата всего. Сейчас подняли на 130. Свет подняли. Вот в этом месяце опять в том месяце. Ну, не, еще в этом. Сегодня какой, 29. Еще в этом месяце. Пришло еще больше за свет платить. Вот 1100 я плачу за квартиру. Это я не с неба взял, это я плачу. Как я могу поехать отдыхать, если у меня 90 евро в месяц остается? А мне еще надо за телевизор уплатить раз в квартал, 50 чем-то евро. За мусор, тоже там 70 евро в квартал где-то. Страховка на машину. Я у меня два раза в год, ну, пусть 100 евро. Налог на машину, это тоже надо заплатить. Таблетки у меня 100 евро где-то стоят в месяц. Это у меня 90 евро у меня осталось, да? А за все это надо заплатить. И как я могу поехать отдыхать по всему миру в Италию? Может есть инсионеры, да, у которых свой дом, которые в конторе просидели всю жизнь, получают 2000 пенсий. Тут же никто тебе не скажет, сколько вам зарплату получать. Тут все засекречено. Вот я возил металл по стройкам. Строили дома. Но в основном ландронзамты, финнонзамты. Все вот эти дома, там где сидят крысы конторские, кто не работает, а только бумагами занимается. Потому в Германии у Аллакита вот это по месяц, по два надо ждать ответ. Потом тебе присылают такую пачку бумаг, ты месяц не можешь разобраться, где, что там заполнять как. Включаешь мозги, включаешь компьютер и сидишь. Целыми днями только ответы пишешь. Вот вы говорите... Мать простой рабочий может поехать отдохнуть. Хорошо у меня жена, если она работает, еще получает 500 евро. 500 евро? Ну, самый минимум, базис. Вы что-то вообще, какие-то сказки не оставляете? Мне нельзя больше работать, она на базисе, понимаешь? Она три часа в день работает. Пуцает. Вот она, завод Вар там, который батарейки выпускает. Вот она бюро там моет, туалеты. Хотя она там, где мы жили, не работала гомномойкой. А сейчас приходится мыть, и ничего. Мы 30 лет, и вот 30 лет на путь, и я где 30 лет шофирую. Хотя там я хорошо зарабатывал, две машины было, квартира двухкомнатная. Фотографом работал, хорошие бабки имел. Но я тут шофирую, а она гомно выбирает после румынов, до всяких приезжих рабочих. Бюро там, пыль вытирает, пылесосит. Ты рассказываешь, блядь, пенсионеры, блядь, ездят, отдыхают. Просто, как вы сказали, что вы на коммуналку тратите 1100 евро, если бы вы всю свою пенсию тратили на коммуналку, то на что бы вы тогда дальше жили? Я же тебе говорю, жена еще работает. Как 500 евро вы говорите? А что? Так это копейки 500 евро. Вы бы на них не прожили бы, на все остальное. Ну как не прожили? Ну живем же. Ну вот, значит, живете, значит, ездите. Парламеньки говорили, что господа, наши пенсионеры по мусоркам лазят, собирают бутылки. Ты думаешь, это тоже брехня? Конечно, брехня. Все, иди, я с тобой говорить не хочу. Здравствуйте. Здравствуйте, вы откуда? В Германии оказались. А вы как в Германии оказались? Откуда переехали? С Казахстана переехал по программе переселения. А, вы по корням немец, да? Угу. И я тоже с Казахстана. Сейчас в Литве живу. Угу. Ну я не немка и не литовка. Вот. А вам как живется в Германии? Ну мы по программе сразу получили немецкие бумаги. Прошли обучение там. Немецкие бумаги, да? Да. Я слышала, что вам и квартиры там вроде давали в те годы. Еще можно было выбирать. Мне, например, три квартиры предлагали. Мне ни одна из них не понравилась. Я их нельзя. Остался жить в общаге. Потом сам начал искать. Сам нашел себе квартиру. Показал, говорю, вот я квартиру нашел. Согласна вы ее оплачете? Они согласились. Я в нее переехал. Угу. А первое время пособия платили вам на продукты? Вот такое. Когда мы курсы проходили, все получали пособия, да? Хотя мы работали по безработице. Хорошие условия. Прям такие. Вообще были классные условия, что не надо было ни за воду, ни за свет платить, когда в общаге живешь. И еще на продукты тебе дают. Нормально было. Жить можно было. А сейчас как жизнь в Германии? Ну, сейчас социальные пособия больше стали платить уже. 560 евро, говорят. Поэтому тоже люди живут. Как бы подорожало все в магазинах. Ну, на продукты хватает. Просто сейчас мне один дедушка попался из Германии. И он 20 или 30 лет, не помню, там живет уже. И он говорит, что я за коммуналку плачу 1100 евро. Я говорю, что вы врете? Какая коммуналка 1100 евро? Нет, у меня квартира вместе с коммуналкой выходит 520 евро, по-моему. Это аренда и коммуналка, да? Да, да. Все вместе. А сегодня еще за свет получается платить и за интернет. Просто он мне какие-то прям сказки рассказывал. Недовольный жизнью в Германии. Ну, он, скорее всего, наверное, не из Германии. Нет, говорю. Вообще, тут кто недоволен в таких квартирах, живет, где такая коммуналка, можно продать и ехать в Россию, прекрасно проживать. Ну да, но они не уезжают. Им нравится жить в Германии и говорить, как в Германии все плохо. У них всяких хватает. Людей у нас тоже. Но вы не живете? В Германии, наверное, нет другой такой страны, как Германия, которая бы полностью людям оплачивала. Здесь у нас нет ни бомжей, ни каких-то бездомных, которым негде жить. В Германии им все оплачивают. И квартиру, и на пропитание дает. Даже алкаши считаются за больных. Для них отдельные общаги здесь. Сделаны специальные литения для них. Ну вы, я так понимаю, не жалеете, что переехали в Германию? Вы рады, что живете здесь, да? Конечно, рад. Я бываю в Казахстане и вижу, что там творится. Особенно в последнее время. А что там? Я последний раз четыре года назад была там. Ну, его же сейчас называют штраф Астан. А что штраф? За все штрафы выписывают, за всякую ерунду. А потом лучше бы канализацию починили отопительные системы, которые замерзают зимой. Уже давно живете в Германии. Вы уже смогли социализироваться, чтобы друзей займить, на работе хорошо уже устроиться. Это у вас получилось уже в общество влиться? Ну, друзья в основном они вместе приехали. У меня здесь сослуживцы живут, с коми в армии служил. Ладно, классники есть. Ну, не в самом городе, а в Германии. Иногда встречаемся. А так, здесь, когда курсы немецкие проходишь, тоже за это время с многими людьми знакомишься, с друзьями обриваешься. Так что общаться есть с кем. На работе тоже очень много русских работает. Поэтому общий язык находим, все нормально. Я из Германии, да. А сами вообще откуда? Родился в Казахстане. Я тоже из Казахстана. Я Павлодарская область, город Укибастус. Давно уже живете в Германии? С 96-го, с октября. Вы по программе переселения, наверное, да, переехали? Да, так получилось. Я поймал момент, и как приложение к Мурзилке меня сюда перенесли. И как жизнь в Германии, расскажите. По-всякому. Если работаешь, то ешь. Это всегда было. То есть, если будешь прятаться где-то, то некоторые пытаются, да. Ну, сразу на фабрику попал, и все. Ну, как сразу. Первый год в Хайме жили. Хайм – это для переселенцев. И в это время искали, где работу найти, где устроиться. И оттуда я переехал в Баварию. Первое время под Магдабургом был. Переехал в Баварию. Устроился на фирму для временщиков. Для фирмы называется. И с тех пор началась трудовая деятельность здесь. А как немцы коренные относятся вот к приезжим? Людям, которые, к примеру, с Казахстана, с России, именно тоже немцы по корням. Вот к таким они за своих считают? Ну, нет, естественно, не как своих. Они те же приезжие. Здесь, кстати, как в хорошей сибирской деревне, если кто-то с чужой деревни тебе пришел, это уже не свой человек. Поэтому они даже своих за своих не принимают. А как так? Ну, как? Вот так, если с соседнего села кто-то пришел, то это уже не свой. Там не в оттенках диалекта, а именно в менталитете. То есть свой это считается тот, кто в твоей фамилии. Ну, в кругу семьи это свой. Так что не надо ждать от них, что они сейчас к вам там с распростертой душой. Ну, а так как люди, а не какие? Как люди, работящие, я бы не сказал, что это. Ну, есть немножко, если можно похалявить, почему нет? Если в это время кто-то твои обязанности выполняет, я бы... С приликим удовольствием можно похалявить. Так что... А так нормально, культура нормальная, культура старинная. Ну, правда, не каждый и цепь-то правильно умеет, но что тут взять? Мы тоже в школе, как попал, учились. А так нормальные люди. Допустим, много доброжелательных. Но, как я и говорил, это еще не значит, что они тебя в свой круг пускают. Ну, просто как люди, они нормально разговаривают, все. Улыбаются. Женщины, мужчинам любят улыбаться здесь. Не знаю, почему. Вам много женщин улыбалось? Ну, они до сих пор улыбаются. То есть, если ты на кассу идешь, то мужчинам они улыбаются прямо аж вообще. Не знаю почему. Хотя равноправие. Здесь возраст пенсионный одинаковый. 67 лет пока. То есть, я был удивлен, как так, почему женщина у нас раньше была в 55 и в 60, а здесь 67 и 67. Никаких поглажек. Ну, а так я слышал, многие назад возвращаются. Те, кто сюда приезжал тоже и в детском возрасте, и повзрослее уже. Возвращаются в Россию или даже в Казахстан? Не обязательно в Россию. В Казахстан я не слышал, кстати. Скорее всего, в Россию. А по какой причине вот они возвращаются? Причина у многих такая, я так понял, вот я видео смотрел, может, вы тоже смотрели. Говорят, что отношение к детям им не нравится. Отношение югенданта, который за детьми следит. То есть, когда по какой-то причине могут у тебя детей отобрать. Вот такое я слышал. Ну, я же думаю, наверное, не просто так отбирают. Или как вы считаете? Наверное, не просто так, но я вижу много многодетных семей, которые вот блогеры есть тоже. Они говорят, что вот эти гендерные изменения и криминалитет среди, ну, как, беженцы, которые из Сирии, из прочих стран. Ну, про Сирию я точно не знаю. Тут из Сирии, из Марокко, везде есть. И их не устраивает, да, что беженцев много? Дело в том, что криминальность. Они имеют в виду, что пристают к девчонкам, и мальчиков обижают. Ну, у каждого своя правда, я не знаю. Я ничего не вижу. У нас очень хорошо работают сирийцы на предприятии, работящие ребята. Потом, изначально, когда я приехал, было много турков. Турки тоже работящие. Хоть там и кому-то не нравится, может, что-то, но они работящие. Немцы изначально, они запрограммированы, чтобы работать нормально. Это их родина. Ну, тоже есть там люди. Люди, люди все разные. Но насчет вот, что криминальная обстановка, я ее не замечаю. А молодежь, естественно, когда я в школе был, я помню, что старшеклассники тебя все равно там как-то по-другому воспринимают. Даже с одного класса, если кто-то там больше тебя или здоровей. Ну, я считаю, это нормально. Все кажется нормально. То есть повода пока не вижу, чтобы куда-то собираться и выезжать. А как сейчас у вас кризис чувствуется в стране? Или, в принципе, зарплаты тоже поднимаются? Зарплаты практически не поднимаются. Цены, да, на товары поднялись, на продукты питания. Но и опять же, здесь, в Германии, допустим, здесь надо очень постараться, чтобы голодать. То есть, если даже у тебя не будет хватать зарплаты, тебе сделают компенсацию, и ты будешь так же кушать и отдыхать. Сравнивать ее так же. То есть, с голода точно мучиться не будешь. Как я и говорил. Здесь есть такие компенсации. Если прожиточный минимум тебе не будет хватать на еду, то тебе всегда компенсируют. Очень много мест, где просто товары, питание бесплатно даже продают. Ну, не продают, а отдают. То есть, я говорю, очень трудно. Если с какой-то другой страной сравнивать, а я знаю только Россию, да, и я знаю то время, когда я уезжал, конец 90-х, это, конечно, небо и земля пока. Не знаю, насколько там лучше стало в России. Я был в последний раз в 2018 году. Особых таких социальных перемен я не заметил. Может, намного сложнее стало с бумагами совсем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.